Всем привет! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сегодняшний видеообзор посвящен всемирной программе WFP Online, которая за наши интернет-платежи выплачивает денежные вознаграждения из поощрительного фонда. Как здесь указано, данная акция проводится уже 4 года подряд и имеет статус Международный Золотой Фонд. Если мы поищем в интернете какую-нибудь информацию про международную программу WFP Online, то найти мы ничего не сможем, что очень странно, учитывая, что у нее международный статус. Также, если мы проверим возраст данного сайта, то мы увидим, что датой регистрации данного сайта является 21 марта 2018 года. То есть, сайт создан в 2018 году, и эта программа вряд ли может проводиться 4 года подряд. На сайте также присутствуют еще отзывы восторженных людей, которые якобы получили здесь деньги, и некая контактная информация. Войду и проверю, сколько же начислят здесь мне денег. Сумма моего начисления определяет генератор случайных чисел. Это может занять несколько минут, и мне необходимо ожидать. Мне подключили оператора Анну Сухину, и оператор должен подготовить выплату моих денег в размере 8 350 долларов. Чтобы получить свои деньги, я должна подтвердить свою готовность к получению этих денег на мою карту или счет. Нажимаю «Я подтверждаю». Теперь нужно выбрать карту или счет, на которой будут переведены деньги. И теперь мне сообщают, что система не может осуществить денежный перевод в валюте доллара. Для моего случая могут перевести только в валюте рубли. И для этого мне нужно заплатить за конвертацию долларов в рубли, и это будет стоить 159 рублей. Если нажму «Оплатить», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay. Здесь я должна заплатить ранее указанную сумму за конвертацию. Данный платеж является очень странным, потому что моя карта банковская может принимать и доллары, и любую другую валюту, и она автоматически конвертируется по курсу банка. То есть мы сразу уже можем видеть, что этот платеж просто самая настоящая обдираловка. Перед тем, как снимать этот видеообзор, на сервисе ePay я нашла автора этого сайта под ником Android56TM. И в дополнительных ценах к его сайту мы видим этот платеж на 159 рублей за обмен валюты. А также здесь присутствует еще целых 9 платежей, кроме этого. И если вы начнете платить их, то придется вам выложить довольно-таки крупную сумму, а в итоге вам ничего не выплатят. Потому что этот список явно говорит мне в сторону добросовестности данного сайта. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадаем на сайт всемирной программы WFPOnline, где уже авторизировано, и это подтверждает авторство некого Android56TM. Сейчас я оплачу 159 рублей, чтобы мы с вами смогли проверить этот сайт и убедиться, что дальше поступят запросы на очередные вымышленные платежи. Пока поставлю видео на паузу и вернусь к вам после того, как оплата будет успешно зачислена. Я успешно оплатила обмен валюты. Теперь происходит непосредственно сам обмен валюты. И мне опять выдают ошибку, что мои деньги не могут быть мне выплачены, так как я не оплатила аренду транзитного счета. И стоимость этой аренды составляет 548 рублей. Если нажму «Оплатить аренду», опять попадаю на страницу оплаты. Теперь нужно оплатить уже целых 547 рублей. И, конечно же, оплачивать этот платеж я не буду. Потому что мы с вами теперь уже убедились, что стоило нам заплатить 159 рублей за конвертацию, как теперь с нас потребуют 547 рублей за аренду транзитного счета. В итоге, даже если мы заплатим и этот платеж, нам придется платить за регистрацию, за комиссию, за проверку сотрудников, потом за страховку, за активацию пакета, за увеличение лимита, за услуги сервиса, услуги перевода. Эта эпопея будет длиться очень долго, пока мы не поймем, что это мошеннический сайт, или просто у нас не закончатся деньги, или просто плюнем на это и решим, что никакие деньги нам не нужны за такое нервомотательство. Но в итоге этот сайт является однозначно мошенническим. Ничего здесь он вам не выплатит, потому что он создан только для того, чтобы платили именно вы и для того, чтобы выманивать у вас как можно больше денег. Наличие 10 дополнительных платежей это явно подтверждает. Поэтому связываться с этим сайтом я вам не рекомендую. Поберегите свои деньги и всегда проверяйте сайты перед тем, как на них что-то оплачивать. С вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Будьте осторожны, всем пока!